Здравствуйте, меня зовут Елена Кузнецова. Я основатель и директор АНО ДПО Института диалога культуры Интерлингва. И сейчас мы реорганизуемся в открытый Институт профессиональной культуры Клевер. Отчасти этот процесс связан с тем, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Тема моего выступления – это собственный опыт создания и проведения онлайн-курсов для преподавателей. На примере курса «Рефлексивная культура педагога для преподавателей английского языка». Тема онлайн-образования сейчас очень популярна, мы много об этом слышим. И средств массовой информации, и от руководства наших вузов. Почему это происходит? Во-первых, конечно, это развитие технологий, то, что нас заставляет двигаться вперед и искать какие-то новые формы. Но и прежде всего, конечно, онлайн-образование – это возможности, это новые возможности, которые открываются как для студентов, так и для нас, преподавателей. Потому что мы можем заниматься с преподавателями и со студентами, которые удаленно находятся, не обязательно им присутствовать в одной аудитории. Онлайн-образование позволяет решить проблему сокращения часов в сетке очных занятий. Онлайн-образование – это возможность дать новое качество заочному образованию. И если говорить о выборе темы нашего курса «Рефлексивная культура педагога», то он больше направлен на учителей школьных, и у которых тоже, конечно, нет времени для того, чтобы куда-то выезжать, посещать курсы с отрывом от их основной работы. Поэтому вот была выбрана такая форма. Спасибо. Итак, мы решили сделать такой онлайн-курс для учителей. С чего начать? Знаете, вопреки всем рекомендациям, которые сейчас звучат, буквально, можно так сказать, из каждого утюга, что нужно начинать с продаж, с поиска клиентов, с автоворонки, мы все-таки решили пойти от проблемы, с которой сталкиваются педагоги. Во-первых, рефлексия – это то, чего требует федеральный государственный стандарт от преподавателя. И рефлексия сама по себе – это достаточно мощный инструмент как повышения качества работы на уроке, так и повышения профессионального мастерства самого учителя. Но, к сожалению, такого курса обучения непосредственно рефлексии, потому что рефлексия, конечно, связана с обдумыванием, с размышлениями, с мыслительной, такой интеллектуальной деятельностью, но вместе с тем это достаточно инструментальный процесс. Есть стратегии, есть приемы, есть инструменты для эффективной рефлексивной деятельности. И, к сожалению, в наших пединститутах этому, как оказалось, не учат. Вот поэтому мы решили сделать такой курс, чтобы показать педагогам, что рефлексия – это не что-то эфемерное, что нельзя пощупать, и что-то это кому-то дано, кому-то нет. Этому можно научиться. Ну, в общем, у рефлексии сплошные плюсы. Дело за малым. Как добиться того, чтобы учитель овладел этой компетенцией? Здесь мы говорим о цели курса, которая должна быть ориентирована на результат, то есть сформулирована глаголом, действием, то есть тем, что сможет сделать участник после окончания курса. И мы ее сформулировали, как осознать и признать важность рефлексии, применить инструменты рефлексии для анализа своего урока, проанализировать урок коллеги и дать конструктивную обратную связь. Также отдельный модуль курса посвящен обучению приемам рефлексии студентов, ну, или учеников, потому что это повышает автономность ученика и дает ему инструмент для дальнейшего самообразования. Но цель должна быть, конечно, релевантна деятельности, профессиональной педагогической деятельности педагога. И здесь мы опираемся на деятельностный подход Леонтьева, потому что научиться чему-то можно только в процессе выполнения этих задач. Поэтому мы в рамках нашего курса постоянно, у нас очень немного теории. Мы, конечно, показываем учителям те возможности, которые открывают для них тот или иной инструмент рефлексии, но все-таки большая часть курса сосредоточена на том, что учитель должен взять этот инструмент, попробовать его либо самостоятельно, либо в классе, либо в общении с коллегами, а потом поделиться своим опытом, как бы отрефлексировать свой опыт обучения рефлексии. Ну и, наконец, цель должна быть достижима с точки зрения предыдущего опыта участников. То есть мы говорим о том, что при всей своей нагрузке, профессиональной, личной, семейной, учителя должна быть возможность выполнять эти задания. Поэтому мы ориентируемся на то, что обучение на курсе не должно занимать больше 3-4 часов в неделю. И об этом мы говорим при записи на наш курс, когда мы обсуждаем с будущими участниками их нагрузку. Вообще взрослым учащимся очень важно понимать, чего ожидать от обучения. Поэтому, если особенно это важно, если они впервые участвуют в онлайн-курсах. Поэтому, когда мы выбирали платформу, на которой строить наш курс, мы очень долго на самом деле шли к этому. Несколько лет я старалась с коллегами, мы пробовали разные варианты, что называется. У нас была тестовая подписка на iSpring Cloud. Мы пробовали делать в iSpring. Я работаю еще в ВУЗе, и у нас система ДПО организована на сервере e-learning. Но, тем не менее, разные коммерческие системы мы тоже рассматривали, облачные системы, GetCourse и некоторые другие. Но все-таки свой выбор мы сделали, остановились на платформе Moodle. И здесь я должна сказать спасибо, во-первых, коллегам, которые показали мне все возможности. Это и Юрий Белоножкин, и Наталья Кузнецова, с которыми мы обсуждали некоторые вопросы, которые действительно убедили меня, что это хороший, мощный, и в то же время доступный инструмент. То есть я могу со всей ответственностью сказать, что да, наш курс, он небольшой, он достаточно камерный, но это сделано силами очень небольшой команды. И поэтому можно с уверенностью сказать, что в таком виде это может действительно сделать каждый. Если говорить о том, что дает Moodle в плане педагогического дизайна и методологии. Во-первых, он позволяет сделать привлекательное описание курса, снабдив его при необходимости картинками или веб-ссылками. То есть с самой первой страницы сайта показать участникам, что от них ожидается, каково будет их обучение. К описанию курса можно прикрепить документ с более подробным описанием структуры курса, последовательностью тем, политики дедлайнов, каким образом нужно сдавать контрольные задания, можно ли их пересдать и так далее. И в какой форме студенты будут выполнять практические работы. Будут ли это тесты, эссе, групповая работа, форумы. Это все описывается во вступлении в описании курса. В Moodle есть очень удобный календарь, в котором тоже преподаватель перед началом курса планирует основные реперные точки. То есть когда будут синхронные занятия, вебинары, когда дедлайн, когда нужно сдавать контрольную работу, когда можно организовать дискуссию внутри группы. Конечно, этот календарь по ходу курса может корректироваться, видоизменяться, туда добавляются новые мероприятия. Если вы создаете открытый курс, то есть курс, на который придут студенты, с которыми вы еще не знакомы, и которые не знакомы между собой, то очень важно показать им, кто вы, и познакомить студентов друг с другом. В Moodle это очень хорошо решается с помощью профиля. То есть достаточно большой арсенал, где можно загрузить свою фотографию, описать основные моменты, то есть ваше образование, биографию преподавателя. Но мы думаем, что даже лучше не столько, может быть, зацикливаться на академических достижениях, но и показать, что преподаватель это тоже человек. То есть указать там свое хобби, может быть, ваш опыт онлайн-образования, чтобы студенты понимали, что они учатся у настоящих профессионалов. И, конечно, поскольку мы занимаемся дистанционно, у нас нет вот этой возможности в группе, когда мы находимся лицом к лицу с нашими учениками, воздействовать на них своей харизмой, где-то пошутить. Поэтому вот эти, с одной стороны, может быть, кажутся мелочи, но они создают ту необходимую степень доверия, которая позволяет студентам погружаться в ваш курс и проходить его до конца, потому что основная же наша проблема, чтобы студент не бросил, не отвалился, как мы говорим, на своем профессиональном языке, по ходу курса, чтобы он дошел до конца и получил тот результат, который вы ему предлагаете, за которым он пришел, записавшись на ваш курс. То же самое касается и студентов. Студенты, они не знакомы между собой. И для того, чтобы сформировать вот это чувство плеча, чувство локтя, нам нужно их познакомить, нам нужно создать атмосферу доверия в группе. Это очень важно, особенно в дальнейшем, если по ходу курса у вас много форумов, много обсуждений, есть какая-то групповая работа, проектная работа, то участники должны познакомиться между собой. Но не все открываются, и мы сами знаем по себе, что нам иногда трудно рассказать что-то о себе вот так вот на публику в социальных сетях, ведь по сути этот курс – это такая маленькая социальная сеть. Поэтому я рекомендую, чтобы первое, одно из первых заданий в вашем курсе было как раз вот это задание на знакомство. И если человек открытый, если он активно делится, ему будет несложно выполнить это задание. А что делать с интровертом? Интроверту нужно помочь. Вы можете в это задание прикрепить список вопросов, например, на которые студент, отвечая на которые студент, как раз раскроется и покажет и свой предыдущий опыт, и свои интересы, и поделится с коллегами теми задачами, которые перед ним стоят, теми проблемами. И в 100% случаев окажется, что эти проблемы общие, и это будет еще одной точкой, которая объединит вашу группу. Например, можно попросить ответить на конкретные вопросы. Почему они выбрали этот курс? Какие у них ожидания? Какой у них есть опыт по теме этого курса? Ну а преподаватель может начать эту дискуссию, то есть привести личный пример, как поделиться этой информацией. Но теперь давайте перейдем к организации контента курса. Педагогическая рефлексия – это очень обширная тема, и поэтому мы приняли решение разбить, разделить весь курс на пять таких основных модулей, посвященных какой-то одной более сфокусированной узкой проблеме. Это основа рефлексии, инструменты рефлексии для педагога, конструктивная обратная связь, обучение приемом рефлексии школьников, студентов в классе, и практическое исследование как инструмент рефлексии. Это больше такое начало научной деятельности, когда преподаватель может в своем классе построить, провести маленький эксперимент, отрефлексировать этот опыт и сделать выводы, поделиться им с коллегами. Каждый модуль состоит из четырех разделов. У нас есть три онлайн-занятия и один очный семинар. Мы работаем локально в Воронеже с воронежскими педагогами, и пока мы не стали уходить полностью от такого очного личного общения, потому что все-таки педагоги, такие нацеленные на коммуникацию, тем более мы обучаем иностранному языку, мы нацелены на коммуникацию, нам нужно поговорить друг с другом. И хотя мы используем инструменты для общения и в ходе курса, когда у нас идут онлайн-занятия, тем не менее все-таки вот эта общность интересов, и когда люди приходят, когда они наконец, что называется, развиртуализируются, знакомятся в реальной аудитории друг с другом, это тоже очень важно для установления такого контакта и понимания, зачем и почему они учатся, и что такое рефлексия, и что такое вот это взаимопонимание, сначала себя, а потом понимание, почему ты это делаешь. Мы, с одной, с другой стороны, это служит, ну такой, если хотите, какой-то отличительной чертой, фишкой нашего курса, мы можем себе это позволить, будучи локальной образовательной организацией, мы можем позволить себе собирать вот так людей в очном формате, и это отличает нас от курсов даже больших, там, больших провайдеров, ну где все-таки не доходит вот до этого личностного общения. Почему такое достаточно большое, да, частое дробление, то есть модули делятся на разделы, ну, во-первых, и внутри раздела тоже вы увидите, что у нас несколько заданий, ну, во-первых, мы ориентировались на то, как на больших платформах, на Курсере, на Эдекс, построены курсы, то есть небольшими порциями подается материал, видео и практические задания. И я прочитала в статье по педагогическому дизайну такой небольшой лайфхак, что называется, что когда вы создаете онлайн-курс, думаете, как будто с той стороны экрана люди, которые страдают синдромом дефицита внимания. И если вы сделаете ваши задания такими, что они будут удерживать это внимание, удерживать фокус, то тогда для обычных людей это будет еще лучше, то есть они будут вовлекаться, они будут полностью погружаться в ваш контент и так незаметно, да, доходить до конца, то есть выполнять все то, не будут отвлекаться, терять нить, скучать и бросать ваш курс. Структура раздела, она должна очень явно показывать слушателю, каким образом каждое задание приближает его к намеченной цели. И у Moodle есть для этого очень хороший инструмент, это настройки выполнения элемента курса. Преподаватель может сам выбрать, будет ли студент самостоятельно отмечать курс, как выполненный, или будет как-то программным образом это задано, то есть можно поставить так, что студент должен выполнить задание, либо ответить на вопросы, и только тогда этот элемент будет считаться выполненным. И это касается даже общения на форуме, то есть если элементом курса является форум, то тоже можно задать в количестве, сколько постов должен написать студент, чтобы задание считалось выполненным. При этом у преподавателя есть статистика, сколько студентов отметили тот или иной элемент, как выполненный. В нашем институте курсы повышения квалификации строится на принципе micro-teaching, то есть это освоение за один раз одного достаточно узкого, небольшого профессионального инструмента. В случае с рефлексией это активный мыслительный процесс самого участника и обсуждение с другими обучающимися курсами. Поэтому основными заданиями, основными элементами, которые мы выбрали для включения в наш курс, помимо вебинара, который выполняет роль видео-лекции, это задания и форум. Причем форум для нас даже более важен. У нас достаточно много практических упражнений, заданий именно организовано в формате форума. Форум в Moodle используется для организации дискуссий совершенно разных, разного качества, разных типов. То есть это может быть и форум для технических вопросов, который виден всем участникам курса и вынесен отдельно. Это может быть форум, частные форумы для беседы с преподавателями. Но я сейчас хотела бы остановиться на форуме как элементе курса, как задании. Что мы делаем? Для создания темы форума каждый участник может добавить свой ответ или прокомментировать ответы остальных. Для того, чтобы вступить в дискуссию, можно просто посмотреть темы. То есть это форум хорошо вовлекает, потому что если, например, для участника новый, если он не знаком, например, с такой формой работы или он стесняется или там думает, ну а что я могу сказать, то он может начать свое участие в выполнении этого задания, комментируя ответы других, прочитав ответы других, посмотрев, что делают другие, может быть, более опытные участники. И после этого, успокоившись, поняв, что здесь ничего страшного, что я тоже так могу предлагать свою тему. Чтобы форум был живым, то есть чтобы там была активность, очень важно в его описании четко прописать указания для студентов. Мы, например, делаем так. Выберите один инструмент рефлексии, который наиболее актуален для вашей работы, для вашего класса. Попробуйте его в вашем классе. Опишите ваш опыт применения инструмента. Создайте новую тему на форуме. Опишите его. И обязательно прокомментируйте, просмотрите ответы других участников и дайте один или два комментария. Вот так выглядит задание. И участник понимает, что он должен сделать. У него очень четко прописан план. Это снижает его напряженность. То есть он понимает, что от него требуется. Он видит, что это посильное задание. Взять анкету небольшую или то, что называется, одноминутным вопросом. Задать его в конце урока. Получить ответы учеников. Прийти домой. Проанализировать. Открыть форум. И записать. Я сегодня сделал то-то и то-то. У меня вот такая-то реакция. У меня такие-то ответы. Ну и конечно вот в этом процессе самообучение и обучение очень важна поддержка коллег и единомышленников. Поэтому я приглашаю вас протестировать наш курс. Я приглашаю вас посмотреть изнутри, как мы работаем. И я очень надеюсь, что в результате вот этой нашей конференции наше сообщество как раз перейдет к той стадии, когда мы будем учить друг у друга, когда мы будем взаимодействовать, тестировать в хорошем смысле, тестировать, чтобы дать конструктивную, качественную обратную связь, как устроены наши курсы, задать вопросы. Потому что мы работаем в таком пространстве, где очень много можно сделать самим, но еще можно больше сделать. когда у нас есть поддержка коллег и единомышленников. Ну и конечно я с радостью отвечу на все вопросы, которые у вас возникли по моему выступлению, или есть что-то связанное с педагогическим дизайном, с разработкой курсов, как для преподавателей, так и для других слушателей. В том числе и в рамках нашей завтрашней дискуссии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!